На самом деле я допускаю, что я совершила ошибку. Несмотря на то, что я пыталась по максимуму все продумать, косяки у нас имеются. У нас стояла задача купить максимально бюджетную кухню. И здесь есть еще один маленький секрет. И главное, у нас не пропадает полезное пространство. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Заказывайте тысячи товаров с доставкой в любой город. А пока смотрите наши новые видео и вдохновляйтесь на переделки. Пухня – это сборная солянка. На самом деле я спроектировала кухню сама. Что где должно быть, какое количество ящиков, какой ширины оно должно быть. Скажу так, значит, корпус – это одна компания, столешница – другая компания, техника – третья компания, мойка – четвертая. Зачем так заморачиваться? Во-первых, так было быстрее, а во-вторых, так было бюджетнее. Так можно было сэкономить. Да, очень много времени на все это дело тратится, чтобы это все скомпоновать, организовать самостоятельную логистику и так далее, но оно того стоит. Ручки я вообще заказывала с маркетплейса, одного известного китайского, название которого я вам не скажу. Вот они совершенно у меня из другой области. По поводу холодильника, конечно, я очень хотела, чтобы холодильник у меня был встроенный, но на момент покупки их не оказалось. Давайте, наверное, покажу, что где лежит, как что хранится. Вот тут все логично – ложки, ножи, вилки, все такое. Здесь, кстати, интересно, здесь мы храним воду. То есть можно было первоначально сделать фильтр очистительный и не заморачиваться с вот этим, и не выделять отдельно здесь блок под хранение воды. Ну, у меня есть кошка, и нужно тоже было придумать, где хранить, собственно говоря, ее корма. Они у меня все живут. Вот тут. Тоже, в принципе, очень удобно. Вообще, на самом деле, если говорить о проекте кухни, тут не особо разбежишься. Вот тут стояк водоснабжения. Соответственно, все мокрые точки должны быть возле него. Тут вариантов немного. То есть как бы раковина могла быть либо здесь, но тогда было бы неудобно, и ты бы бился локтем постоянно, когда моешь посуду, либо чуть-чуть правее. Если она чуть правее, значит, сюда помещается посудомоечная машина. В том углу холодильник, ну потому что, ну а куда его еще, да? И между холодильником и плитой обязательно должно быть пространство. Вот, собственно, тут как будто бы другого ничего и быть не могла, я считаю. Вот оно как-то так расположилось. Кстати, по поводу вытяжки. Если вы обратите внимание, вытяжки у меня нет. Во всех тех квартирах, в которых я жила, вытяжки были. И я им никогда в жизни не пользовалась. И я искренне не понимала вообще, зачем же они нужны. Во-первых, они занимают пространство. Над, здесь какая-то неэстетичная такая штука. В общем, я рискнула и решила сделать вообще без вытяжки. Ну, я думаю, что если люди любят все-таки прям очень много готовить, вероятно, она нужна. Но это не совсем моя история, и я решила от нее вообще, в принципе, отказаться. На самом деле, я допускаю, что я совершила ошибку и не сделала вытяжку, поэтому я оставила для себя путь назад, скажем так. Наверху, как раз над плитой, есть решетка с шахтой вентиляции, которая соединяется. И если я пойму, что это действительно была ошибка, то я смогу дополнительно ее сюда, эту вытяжку установить и сделать. Столешница – это искусственный камень, это акрил. Даже если ты прикасаешься просто рукой, остаются отпечатки пальцев. Для того, чтобы иметь такую столешницу в своем доме, в каждом из вас должно жить чуть-чуть Моники Геллер. Здесь у нас матовые фасады. Мне невероятно нравится, как это выглядит, но это тоже совершенно непрактично, потому что постоянно остаются отпечатки. Здесь фасады белые, глянцевые. С одной стороны, это классно, потому что отражается свет с балкона, отражается свет от светильников. Как будто бы ощущение, что чуть расширяется пространство, но то же самое. То есть здесь постоянно остаются отпечатки, и нужно их ликвидировать. К этому нужно быть просто готовым. Зачастую на кухне делают на полу керамогранит, но я люблю ходить голыми ногами, и люблю ощущать какую-то все-таки нехолодную текстуру, поэтому я решила во всей квартире сделать ламинат, ну, кроме прихожей, конечно же. Ламинат 32 класса. Как выяснилось, очень терпеливый класс. И он тут такое пережил. Я вам, кстати, потом попозже чуть-чуть расскажу, что конкретно. Также из отделочных материалов, если говорить про стены, то это стены под покраску, обычная моющаяся краска. По освещению здесь несколько сценариев. Первое, ну, это, конечно же, подсветка рабочей зоны, это верхний свет точечный, и это светильник-подвес над обеденной зоной. Если честно, мы пользуемся только одним, потому что я люблю, когда такое сумрачно, что-то такое очень уютное, и у нас работает только вот эта лампа в основном. За счет того, что все пространство достаточно нейтральное, такой холст, да, как я и хотела, можно играть акцентами. То есть у меня здесь такая достаточно яркая штора, яркие стулья. Стол классный, удобный, его можно чуть отодвинуть, сидеть здесь шестером. Стулья вы можете купить на маркетплейсе in my room, а также похожий стол. Я говорила про то, что у нас очень много вещей, и у нас было очень много цветов, и очень много книг, поэтому приходилось продумывать, а куда же их вообще разместить. Мы построили вот эту стену, ее здесь не было. Таким образом, здесь получилась ниша, и, собственно, такая маленькая библиотека, где разместились все наши книги. Микроволновка здесь первоначально была не по проекту. Мы придумали, что она нам нужна ни с того, ни с сего. Но, по-моему, классно на самом деле вписалась. Здесь стены под покраску, чуть на контрасте, немного темнее оттенок, чтобы выделялась библиотека. А вот тут, вот тут, волшебная вещь, которая, с одной стороны, помогает, в один прекрасный момент испортила всю жизнь. Тут у нас, па-дам, стиральная машина. Стиральную машину мы подключали уже после того, как сделали ремонт, и после того, как переехали. Мастера я нашла в интернете. Сразу забегу вперед, скажу, что я не рекомендую это делать. И через полтора месяца проживания мы поняли, что у нас сдувается пол. Это был целый квест, вообще понять откуда, потому что тут вокруг было как бы все сухо. Мы выдвинули стиральную машину и поняли, что вместе соединение просто шпарило вода под плинтус, под пол. В результате нам пришлось менять полностью весь пол на кухне. Предлагаю начать рум-тур с нашей кухни. Начну с отделки. Поскольку мы в первый этап делали комнаты, и мы использовали там обои, я поняла, что обои я больше использовать не хочу нигде, потому что со временем они рассыхаются, и это ужасно выглядит, их необходимо переклеивать. Поэтому мы решили сделать стены под покраску, покрасили краской. На потолках мы сэкономили и время, и деньги с помощью того, что установили везде натяжные потолки и трековое освещение. По всей квартире у нас лежит ламинат. Несмотря на то, что он очень дешевый, примерно 500 рублей квадратный метр, он очень хорошо себя ведет в эксплуатации, и сколько бы мы на него не проливали, нигде он не вспух, нигде швы не разошлись, и это очень радует. Кухню мы делали на заказ у отечественного производителя. Несмотря на то, что я пыталась по максимуму все продумать, косяки у нас имеются, и я, наверное, с них начну. Первое, это то, что мы не учли размеры шкафов, и нам пришлось вот такую планку придумывать. И второй момент заключается в том, что столешница изначально идет 3 метра, а чтобы закрыть вот эти лишние 5 сантиметров, нам необходимо было бы покупать еще одну столешницу и отпиливать от нее необходимый кусок. И мы решили так не делать, и потом в ходе эксплуатации придумали такую небольшую конструкцию, куда мы вешаем полотенце, и, в принципе, это все выглядит довольно интересно. Экономили мы на всем, и поэтому столешница у нас выполнена из ЛДСП, покрытой пленкой, и фартук выполнен из ПВХ-панели в цвет столешницы. В принципе, у меня нет никаких абсолютно нареканий, все целое, ничего не портится, все удобно мыть. В этой зоне у нас расположена мойка. Меня пугали кухонщики тем, что в месте стыка ставить раковину нельзя, потому что может все вспухнуть, но никаких проблем нет, поэтому ради бога, ставьте туда, куда вы хотите. Мойка большая, ее удобно мыть, она не особо пачкается, несмотря на свой цвет. Смеситель у нас неизвестного бренда, но, несмотря на это, он очень удобный и качественный. Благодаря двум краникам у нас здесь расположена и проточная вода, и вода из фильтра. А также я очень хочу посоветовать всем хозяйкам приобретать смеситель с гибким изливом, потому что очень удобно споласкивать раковину и мыть посуду. Хранения на кухне у нас немного, но для нашей жизни нам всего очень даже хватает. Например, над раковиной мы храним чашки и чайники, поскольку мы очень любим пить кофе и чай. Здесь у нас хранятся различные банки, термосы и прочие необходимые вещи. И в последнем навесном шкафу мы храним бокалы и немного посуды. Под раковиной у нас стандартно для всех жителей России расположен мусор, но с недавнего времени я стала прививать в нашу семью эко-привычки, и поэтому мы сейчас начали сортировать мусор. И поскольку мы заранее это не планировали, то пришлось оборудовать такую зону, то есть мы заранее на несколько фракций делим мусор, и затем я его отношу в общий наш контейнер, который я покажу чуть позже. Далее у нас находится угловой шкаф. Внутри, в глубине, я храню нечасто используемую бытовую технику. Расскажу про посудомойку. Мы ее покупали изначально в прошлый ремонт, когда мы только въехали, нам она нужна была, и поэтому купили отдельно стоящую, без каких-либо перспектив, что мы будем делать ремонт. Поэтому у нас есть фасад, у нас есть нижний плинтус для того, чтобы установить встроенную. Мы просто ждем готовность другой квартиры, которую мы будем сдавать, и вся вот эта техника старая уедет туда. Под плитой у нас расположено три горизонтальных ящика. В первом мы храним столовые приборы, тоже стараясь все подбирать под цвет интерьера. Далее у нас ящик со всеми необходимыми чайными принадлежностями. И самый последний, глубокий, он для сковородок, для кастрюль и мисок. При выборе бытовой техники я руководствовалась цветом и ценой. Собственно, функционал нужен был самый минимальный. Поэтому у нас белая варочная панель, сенсорная. Она электрическая, это не индукция. В принципе, меня все устраивает, потому что мы не очень много жарим пищу, мы стараемся больше ее запекать. И на дворочной панели у нас есть вытяжка, она с угольным фильтром. Собственно, мы не хотели тянуть никакую вентиляцию в короб. Это утяжелило бы кухню, было бы дороже. И, в принципе, нам это не очень нужно, потому что, как я и сказала ранее, мы не очень часто жарим пищу. В этой части кухни у нас расположен холодильник, он не встраиваемый. С ним связана отдельная интересная история. Я, когда забеременела, хотела все творить, крушить, ломать. И в итоге под раздачу попал холодильник, я его покрасила. Он изначально был в цвете серый металлик, который, ну, никак не перекликался с этой кухней. Вот. Я его покрасила в белый цвет, но мужу абсолютно не понравилось, как все получилось. И поэтому мы потом его обтянули самоклеющейся пленкой. Мы также сэкономили на ремонте, благодаря тому, что мы не меняли остекление. В принципе, от прошлых хозяев нам достались довольно качественные стеклопакеты. Вот. Мы их просто покрасили. Изначально они были цвета слоновой кости. Вот. Мы их покрасили в белый цвет. Потом мне захотелось добавлять каких-то черных красок. И поэтому я еще рамку покрасила потом в такой сероватый оттенок. Я честно не парюсь по поводу технологии покраски. Я всегда просто подшкуриваю слегка поверхность, а затем покрываю краской. В принципе, все ложится довольно ровно и не отдирается. Мы радиаторы решили не менять. На этом мы тоже сэкономили. Просто поверх радиатора мы повесили вот такой короб. Функционал кухни я немножко разделила и поставила отдельно пенал. Это камень преткновения для всех хейтеров, которые любят говорить о том, что рядом с печкой очень горячо сидеть, рейки в потолок, они его испортят, забрали очень много полезной площади. Но я вам скажу, что то, что располагается здесь, необходимо нам далеко не каждый день. Поэтому то, что мы поставили сюда пенал, для нас это очень удобно. В этом пенале мы внизу храним корм для собаки и также бытовую химию. Чуть выше у нас расположена печка. Рядом с ней очень комфортно сидеть, поскольку сначала мы готовим, а затем мы уже садимся за стол. И в принципе вся бытовая современная техника она не выделяет так много тепла, как, например, русская печка. Чуть выше должна располагаться встроенная микроволновая печь. Но в целях экономии мы не стали ее сразу покупать. Пока у нас здесь стоит старая микроволновка и также кофемашина. И в принципе я даже сейчас склоняюсь к тому, чтобы не ставить никакую встроенную микроволновую печь. Это дополнительное место для хранения. И последнее место хранения в нашем пенале. Здесь мы храним контейнеры, столовый текстиль, а также лекарства. Торцы шкафов не всегда красиво выглядят. Они кажутся голыми и незаконченными. Поэтому здесь мы придумали использовать такие рейки, которые мы монтировали сразу на пенал с помощью жидких гвоздей. Рейки эти стоили очень дешево. У нас есть также зона с рейками в прихожей, которые мы чуть позже тоже вам покажем. Себестоимость всего вышла примерно 13 тысяч рублей. Мне очень часто задают вопрос касательно того, упираются ли рейки в потолок, я скажу нет. Между потолком и рейками есть небольшое расстояние. Здесь у нас расположена столовая зона. Поскольку мы живем вдвоем, то нам двух стульев в принципе достаточно, но при необходимости мы всегда достаем дополнительные складывающиеся стулья, и здесь комфортно помещается 6 человек. Кстати, похожие стулья и стол вы можете приобрести на маркетплейсе InMyRoom. Ну и давайте начнем с кухни. И это у нас не только кухня, но и кухня-гостиная. Здесь мы собираемся с друзьями, играем в игры, пьем чай. Из отделочных материалов у нас здесь на полу ламинат 33 класса. Да, это мокрая зона, но мы решили выбрать ламинат. Мы прошлись по всем швам специальным герметиком, и в целом все нормально. Стены мы сделали под покраску, как и во всей квартире. С этой стороны на этих двух стенах у нас моющаяся краска, а стены, которые прилегают к кухне, мы сделали влагостойкой краской, чтобы можно было ее легко мыть и убирать. Также мы используем ее на фартуке. В целях экономии бюджета мы решили не делать плитку. Я посмотрел один лайфхак на съемках InMyRoom. Один дизайнер посоветовал не использовать на кухне-гостиной плитку. Таким образом, пространство кухни никак не влияет на пространство гостиной и нет такого ощущения, будто она находится только на кухню. Так как у нас был ограниченный бюджет, у нас стояла задача купить максимально бюджетную кухню. Кухня нам обошлась всего в 20 тысяч рублей. Мы ее приобрели в Икеа и, собственно, в этой кухне есть все необходимое для нас десятерых. Столешница сделала у нас из ЛДСП. Она была в комплекте с кухней. В целом, нам ее хватает. Она выдерживает порезы ножа, влагу. Вот у нас и года полтора уже и в хорошем состоянии сохранилась. Помимо того, что нам есть чем похвастаться, у нас есть и косяки, о которых я хотел бы вам рассказать. Вот этот уголок у нас здесь не просто так. Изначально кухня задумалась без него, но в результате строительства рабочие сделали достаточно кривую стену, которая прилегает к кухне, и зазор между этой частью и этой частью составлял сантиметра полтора. И чтобы туда не попадала влага, пришлось поставить этот уголок, который портит естественно внешний вид. И чтобы у вас не получилось как у нас, мы бы вас хотели предупредить, следите, пожалуйста, еще на этапе строительства за ремонтными работами. Поскольку у нас очень светлая кухня, мы хотели сакцентировать внимание и сделали вот такой вот черный рейл, добавив сюда декоративные детали. Также мы вам хотим показать наши места для хранения. Здесь у нас находится такой вот кофейный уголок, очень удобно, все рядом, кофейная машина, чай, кофе. Здесь у нас тоже ящики для хранения посуды, всяких мелочей, кошачий ящик, где у нас хранится корм. Здесь у нас, как у всех, хранится посуда, тарелки, кружки, чайник. В этом ящике у нас хранятся столовые приборы с органайзером из Икея. Хотим подсказать вам один лайфхак. У нас светлая мойка, она очень быстро пачкается, остается на лед, и мы чем только не чистили, ничем вообще не могли отмыть, и мы в одном из выпусков In My Room подсмотрели такой лайфхак. Очень хорошо светлая мойка отмывается уксусной кислотой. хочу вас предупредить, работайте пожалуйста в маске и перчатках, потому что жидкость весьма едкая, она отмывает на ура. Из техники у нас варочная индукционная панель, в принципе нам она показалась удобной, газа у нас в доме нет, поэтому однозначно электричество. Духовка у нас самая простая из Икеи, нам ее хватает просто за глаза, так же как и вытяжка самая простая, но она рециркуляционная с угольным фильтром. На самом деле я не хотел делать какой-то короб, сверху ввести вентиляцию в санузел, что-то громоздить, и поэтому выбор пал именно на нее, но как показала практика, она совсем не убирает запахи, поэтому она просто работает у нас как подсветка, часть всего и все. Также я хотел бы обратить внимание на холодильник, у нас естественно так как кухня была бюджетная получился не встроенный, но мы столкнулись с такой проблемой, что все холодильники в принципе открываются в правую сторону, а у нас кухня находится справа, соответственно нам нужно чтобы открывался в левую сторону, и мы искали такой холодильник и соответственно не могли найти, но мы узнали, что у всех холодильников абсолютно, у всех перевешиваются дверцы, и они могут открываться в левую сторону. Так что возьмите это на заметку, у всех холодильников перевешивается дверца. Также за холодильником расположился еще один член нашей семьи, это робот-пылесос Тузик, он потихоньку тут убирается. Теперь мы переходим в столовую зону, здесь у нас располагается стол и стулья в скандинавском стиле, у них деревянные ножки и черные железные элементы, которые очень круто пересекаются с нашей кухней. Кстати, похожие стол и стулья вы можете найти на маркетплейсе InMyRoom. В кухне-гостиной у нас есть несколько сценариев освещения, это люстра над столовой зоной, торшер около кресла, кстати похожее кресло вы можете найти на маркетплейсе InMyRoom. В торшере и в люстре у нас расположились умные лампочки и помимо них у нас есть еще вытяжка над рабочей поверхностью, которой мы пользуемся в принципе достаточно часто. Также еще из умных гаджетов у нас на кухне есть поилка. И еще очень важным моментом для нас был безопасный дом, так как у нас очень много животных, за которых мы переживаем. У нас стоят умные датчики дыма и под столешницей, кстати говоря, у нас есть датчик воды. Они не встроенные, они работают по Bluetooth. Мы уже проверяли, когда готовили кушать, датчик дыма давал о себе знать. А сейчас я расскажу вам как сделать акцентную стену всего за две с половиной тысячи рублей. Во время съемки рум-туров я посмотрел, как дизайнеры делают крутые рейки себе. Стоит это, естественно, безумных денег. Вот. И я в обычном масс-маркете увидел подходящие для себя рейки нужного размера, купил, покрасил под ними стену и расположил сверху наши семейные фотографии в рамке. Вот и таким образом получилась у нас интересная акцентная стена. Дополнили мы ее вот такими цветками на подвесах. Также есть еще интересный лайфхак. Это декор наших выводов для батарей. В одном из рум-туров я увидел, как дизайнер отделала уголки столешницы на кухне бечевкой. Я подумал, как этот лайфхак можно применить для себя. И у нас на тот момент были страшные-страшные выходы из ламината. Я решил обмотать. И таким образом получилось, по-моему, достаточно симпатично и в нашем скандинавском стиле. У нас в квартире мы использовали деревянные подоконники, потому что тоже во время съемок я смотрел то, как делают люди. И не хотелось сделать страшные пластиковые подоконники. А дерево придает уют и скандинавский стиль в квартире. Также хотел обратить внимание на шторы. Шторы у нас от стены до стены. Таким образом создается эффект, будто окно у нас во всю стену, когда шторы закрыты. Также за шторой во всю стену можно отлично спрятать сушилку. Этот лайфхак я тоже подсмотрел во время съемок InMyRoom. Работа в InMyRoom повлияла на нашу жизнь. Мы стали больше внимания уделять деталям интерьера, а также порядку. Подписывайтесь на все площадки где InMyRoom и, возможно, вы тоже найдете для себя что-то интересное, что изменит ваш дизайн. Также хотел сказать спасибо всем нашим подписчикам. Спасибо, что смотрите нас и поддерживаете. Это очень важно для нас. Кухня в этой квартире была, пожалуй, в самом плачевном состоянии, за исключением пола. Здесь мы оставили старый ламинат от прежних жильцов. Он довольно неплохого качества и хорошо сохранился, при том, что здесь была угловая кухня, которую мы демонтировали. И вот этот кусок абсолютно не отличается от основного пола. Стены подготовлены под покраску и покрашены. И вторая половина кухни облицована плиткой, как я называю, советский кабанчик. Потолок был просто в ужасном состоянии. Пришлось полностью зачищать и вызывать мастера, который нам делал этот потолок. Он также не натяжной. Он подготовлен под покраску, выровнен. Выровнен он штукатуркой, то есть это даже не гипс, а картон. Я очень люблю рассматривать скандинавские интерьеры в различных пабликах. И мне нравится, как у них все лаконично организовано. И вот этот контраст, белая плитка с черной затиркой и белая кухня. Когда мы делали ремонт, мы не знали состояния коммуникации внутри этой квартиры. И как в любой квартире старого фонда, здесь нам открылось множество сюрпризов. Так было у нас с электрикой на кухне. Когда демонтировали потолок и стены, и старый кухонный гарнитур, оказалось, что здесь очень-очень старая проводка, дом 72 года. Поэтому у нас писалась такая статья расхода, весьма весомая. Нужно было заменить электрику. И теперь расскажу вам о наполнении кухни. Это гарнитур Икея серии Метод. Белые глянцевые фасады. В использовании они оказались очень практичными. В принципе, здесь все из Икея. И столешница. Столешница из недорогой серии. Материал у нее ЛДСП. Меня она вполне устраивает. За полтора года здесь никаких вздутий, никаких проблем, ничего нет. Ухаживать за ней тоже несложно. Варочная поверхность тоже из Икея. На три конфорки нам этого достаточно, несмотря на то, что я очень много готовлю. И здесь у меня на кухне не совсем обычное расположение духовки. Обычно ее делают под варочной поверхностью или отдельно в колонии. Я сделала вот таким образом, потому что по предыдущему опыту поняла, что разбирать посудомойку и складывать отсюда какие-то предметы в шкафчик. Стоило здесь просто неудобно. Поэтому я разнесла духовку, поставила сюда. А здесь у меня как раз вот такой шкаф для посуды. Здесь кружки. Здесь столовые приборы и кухонная утварь. Раковина и смеситель тоже из Икея. Смеситель здесь с выдвижным выпуском, с таким носиком. Это очень удобно, чтобы споласкивать раковину и просто мыть посуду. Мне очень нравится. Жаль, что его не было в цвете золотистым или латунь, потому что здесь у меня есть вот такие элементы. Латунные ручки, латунная вытяжка, латунные рейлинги. И кухня у меня открытая. Вместо шкафчика в полке. Сделано это не случайно. Произошла такая вот интересная история. Изначально я спланировала кухню в Икея, заказала гарнитур, мне его привезли. И когда сборщик приехал, чтобы собирать кухню, он измерил толщину стены вот этой. Оказалось, что она тоньше минимально допустимого уровня. То есть стена там буквально 6 сантиметров. Мы не стали раскопать с мужем и быстро придумали такой запасной вариант. Просто повесить открытые полки. Потому что здесь я храню все, чем мы пользуемся каждый день. При этом я всем этим пользуюсь. Все это у меня на виду. Все открыто. Пыль практически не собирается изредка. Я эти полочки протираю. Мне кажется, это очень удобно. И есть на этой кухне еще один такой нюанс. Это дополнительные источники света. Сделаны они вот в таком виде. Опять же, вынуждены. Изначально здесь выведены две розетки для подсветки шкафчиков. Но так как шкафы повесить нам не удалось. А розетки уже были смонтированы и плитка уложена. Нам пришлось быстро что-то передумывать. И опять же, в скандинавских фабликах, в скандинавских интерьерах я бы смотрела вот такое решение. Верхний свет мы включаем очень редко на кухне. И в основном пользуемся вот этими двумя лампами. Нам их вполне хватает. Вытяжку решили здесь мне не ставить. Просто нет в этом необходимости. И в старой квартире у нас не было здесь. Честно говоря, при использовании индукции нет никакой копоти, гаря, никаких жирных пятен, брызг. Ничего этого нет. Поэтому мне кажется, необходимость вытяжки, она просто отпадает. И поэтому у нас есть обычная такая стационарная общедомовая вытяжка. Я купила для нее красивую латунную рамочку. И вот она у нас является таким еще и украшением кухни. Перейдем к столовой зоне. Здесь у нас круглый стол диаметром 110 сантиметров. У него белая столешница, коричневые ножки. Я всегда застилаю скатертью. И стулья. Стули все разномастные. Кстати, вот этот стул и вот этот похожие есть на Marketplace и MyRoom. Можете их там найти. Здесь подоконник. Окна тоже достались от предыдущих жильцов. Подоконник нестандартный. Низкий, широкий. На нем можно сидеть. Шторы карниз Ikea. Самые простые, обычные. Для того, чтобы визуально поднять потолок, карниз повесили максимально высоко. И здесь есть еще один маленький секрет. Это холодный шкаф. Он тоже достался нам от предыдущих жильцов. Они сделали небольшую перепланировку. Раньше здесь была подоконная батарея. И ее перенесли вот сюда. Теперь она здесь. В этом есть небольшой минус. Потому что я не смогла сделать кухню от стены до стены. И здесь осталась вот такая небольшая пустота. Примерно 30 сантиметров шириной. Которую занимает батарея. Но я здесь храню подносы. И вот огромную разделочную доску. Нашла применение. И холодный шкаф. Это тоже очень удобно оказалось. Здесь две раздвижные дверцы. Это не совсем холодильник. Но и не просто шкаф. Он прохладный в любое время года. У противоположной стороны кухни тоже есть хранение. Эту часть я решила сделать такой компактной. Очень легкой, воздушной. Здесь у меня полки на вот таких консолях. Полки Икеа, консоли тоже. Здесь установлен узкий шкафчик для хранения. Он выполняет функцию такого буфета. Совершенно дешевый. Я его купила, потому что мне понравилась небольшая глубина. Еще у нас есть встроенный холодильник. Он спрятан также в шкаф. И мы его поставили к этой стене, потому что другого варианта просто не было. И вот этот переход я решила обыграть такими часами. Для освещения сюда я повесила вот такую винтажную люстру. Ей около 50 лет. Это Чехословакия. Подписывайтесь на все платформы, где есть и MyRoom. А если вы хотите стать героем из следующих выпусков, присылайте фотографии ваших готовых интерьеров на эту почту. И начнем мы с вами именно с кухни. Кухня, как видите, совсем небольшая. Что касается варочной панели. У нас она на газу. И когда пришли в эту квартиру, здесь, конечно же, была очень неудобная труба, которую мы по всем правилам переварили. Находится она у нас вот здесь. Обязательно, когда идет переварка трубы, нужно обязательно оставить доступ к вентилю. И у нас здесь, в принципе, нет сложности дотянуться рукой до вентиля и в нужный момент перекрыть газ. Что касается подводки, под соколю идет гибкий шланг. Также надо не забывать о том, что, когда у нас газ, необходимо, чтобы вытяжка и поверхность была значительно выше, чем обычный стандартный уровень верхних шкафов. Должно быть не менее 80 сантиметров. А также, по правилам, когда газ в помещении, необходимо, чтобы кухня была изолирована. И поэтому мы присмотрели дверь разбежную. Что очень удобно. Мы почти ее не видим. Она не съедает пространство. Обратите внимание, кухня у нас под самым потолком верхней шкафы. И нет никаких доборов. В данном случае мы специально опустили потолок на 10 сантиметров. В этом пространстве запотолочном у нас проходит воздуховод. И также мы получили отсутствие вот этого пылесборника, который очень многим не нравится. Получилось, как будто бы кухня полностью идеально встала в наше кухонное пространство. Теперь давайте рассмотрим более подробно наполнение кухни. Обратите внимание, у нас получается такая черная столешница. Это из искусственного камня. Монтировали мы столешницу уже после монтажа кухни, но без фартука. То есть фартук смонтирован был уже после того, как мы смонтировали столешницу. Таким образом, мы исключили вот этот неприятный уголок, который должен был бы получиться на стыке фартука и столешницы. У нас получился аккуратный такой стык. Что касается мест хранения, давайте я вам все сейчас покажу. Несмотря на то, что кухня очень маленькая, получилось разместить максимум техники. Вот, допустим, в этом у нас шкафу спрятана 45-я посудомоечная машина. Это очень удобно, потому что, когда ты складываешь посуду, обычно все люди праворуки, ты помыл, ополоснул посуду и поставил ее в посудомойку. Все достаточно органично. И также это было удобно сделать по подводке воды. У нас получается здесь черная мойка. Очень органично встала на столешницу из искусственного камня. Обратите внимание, черный смеситель, а также такие темные цвета антрацит, розетки и выключатели. Здесь у нас идет мусорное ведро, естественно. Давайте перейдем дальше. Вот в этом шкафу у нас спрятывался волшебный уголок. И сейчас я вам его продемонстрирую. Вот такой у нас волшебный уголок с двумя выкатными секциями. Таким образом мы можем все кастрюли спрятать туда или какие-то давно неиспользуемые предметы. Еще, чтобы у нас не было сложности ставить туда кастрюли, вот эти корзины, они поднимаются. Таким образом мы не потеряли ни одного сантиметра полезного пространства на кухне. Под варочной панелью у нас находятся выкатные ящики для столовых приборов. Здесь мы можем хранить все необходимое. Также на кухне нет ручек, как и во всех других помещениях. Это сделано мною, естественно, специально, потому что кухня очень маленькая. И когда бы мы проходили, мы цеплялись, ударялись за эти ручки. Совсем было неудобно. Но конструкция позволяет и решить кухню без ручек. Далее рассмотрим с вами колонку с техникой на уровне пояса. У нас расположился духовой шкаф. Это очень удобно, когда ты будешь ставить горячие какие-то блюда и вытаскивать. Тебе не нужно ни слишком низко опускаться, ни высоко. То есть это оптимальная высота. Следом у нас идет встроенная микроволновка. А сверху у нас располагается встроенный телевизор. И при этом ты сидишь на диване, смотришь телевизор. И главное, у нас не пропадает полезное пространство. Потому что телевизор у нас открывается. И мы получаем достаточно большой шкаф, где можем хранить разные кухонные предметы. Верхний уровень шкафов тоже получился достаточно вместительный. Она от зоны мойки. У нас расположилась достаточно большая вместительная сушилка. Целых 120 см. Здесь можно поставить абсолютно всю посуду и не думать, куда ее еще разместить. В этом шкафу у нас просто полки. Тут вытяжка спряталась. Ну и в целом места достаточно много, чтобы все поставить. И ничего нигде не валялось. Все было всегда под рукой. Также, что касается розетки, для подзарядки телефонов или каких-либо устройств, мы разместили розетку в зоне подоконника, вот здесь, в торце на откосе. Итак, мы с вами сейчас переместились в обеденную часть. У нас разместился здесь круглый стол диаметра 90. Он достаточно вместительный и обтекаемый. Позволяет вокруг него двигаться и не задевать. Диван, зона дивана. На диване разместится два человека, плюс еще стул. То есть, с легкостью здесь поместится три человека, и даже кто-то сможет готовить на кухне и не мешать здесь сидеть. Такой же диван вы можете найти на маркетплейсе InMyRoom. Что касается отделки, за диваном я использую фреску. Правее от фрески разместилась 3D-панель. Она у нас от пола до потолка. Таким образом, визуально увеличивает высоту помещения, потому что направлена вверх. Она у нас поддерживает спрятанный за шторой трубчатый радиатор. Также мы перенесли радиатор сюда на стену, чтобы можно было так разместить здесь мебель и не мешала батарея поставить здесь стул и открывать духовой шкаф, например. На полу в зоне кухни у нас размещен керамогранит. Без всяких порожек, единым покрытием он переходит в зону коридора прихожей. Что касается освещения, здесь предусмотрено различное освещение, функциональное в зоне рабочей. Чтобы было удобно готовить, всегда можно ее выключить, включить подсветку под верхними шкафами. Также над обеденной зоной у нас разместилась достаточно крупная люстра. Она является основным источником света на кухне. И как декоративное освещение за диваном, такое милое приятное бра, которое при включении дает такой зеленоватый оттенок на фреске. Подписывайтесь на канал InMyRoonTV, ставьте лайки, колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. А если вы хотите стать героем следующего выпуска, то присылайте фотографии своих готовых интерьеров на эту почту.